Дорогие коллеги, в Москве 10 часов утра, и мы с вами начинаем нашу сегодняшнюю работу. Я очень благодарен всем вам, кто пришел на эту встречу нашу, и особенно тем коллегам, которые в восточных районах страны работают, поскольку там уже конец рабочего дня, и совсем из далеких мест к нам подключились. Поэтому разговор, я думаю, показывает этот факт, что разговор, в общем-то, важен для всех нас. Я начну с того, что 23 октября этого года коллегия Министерства просвещения Российской Федерации приняла концепцию преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. Так называется этот документ. В этой связи мне хотелось бы напомнить немного историю вопроса, чтобы показать, что, собственно говоря, произошло сейчас, и что будет дальше. Для того, чтобы мы понимали, как и в каком ключе мы будем дальше работать с вами в школе или в научных учреждениях, в издательствах в том числе и так далее. В 2013 году было дано поручение президента Российской Федерации о разработке основ концептуальных неких, единых для всех образовательных учреждений и для всех, кто выпускает учебную литературу, для всей страны, фактически, кому, в той ее части, кому это важно и интересно, и кого это непосредственно касается, концепции преподавания отечественной истории. Имелось в виду решение нескольких важных задач. В частности, предполагалось, что будет унифицирован тот материал учебный, который в разных учебниках по-разному трактовался, не через призму единой оценки, а через призму отбора самого материала, который должен был быть там преподнесен. Далее унификация неких терминологических понятий, представлений и так далее, без которых тоже не будет общего образовательного пространства, поскольку каждый бы о разном говорил. Перечень имен, персоналей и, кроме того, мне хотелось бы сказать о том, что список самих дат и перечень источников, на которые должны были опираться мы в нашей работе, тоже, в общем-то говоря, предполагалось унифицировать. Появилась в итоге в 2014 году концепция, единая концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, на основе которой были составлены учебники, был проведен достаточно строгий отбор этого учебного материала, и появились три линии учебников, которые одобрило Министерство просвещения Российской Федерации, тогда Министерство науки и образования, и, соответственно, все эти учебники, они вам сегодня известны. Естественно, поскольку эти учебники в 2015 году начали вводиться в строй, запускаться, так сказать, в практическую нашу жизнь, конечно же, апробация пошла только буквально с колес, поэтому нужно было посмотреть на то, каким образом будет воспринято все то, что было создано, и, естественно, как и в новом любом деле, возникали вопросы, связанные с тем, что нужно доделать, что нужно переделать, от чего вообще нужно отказаться, так сказать. То есть возникал вопрос о том, каким образом скорректировать, но речь-то шла, как вы помните, о концепции нового ОМК, то есть фактически речь шла только лишь о тех инструментах, о тех материалах, которые должны были быть использованы. Но отсутствовало, как вы все прекрасно понимаете, отсутствовало несколько разных элементов, без которых нам дальше успешно двигаться вперед было невозможно. Одним из них являлась и является до сих пор пока не утвержденная концепция преподавания всеобщей истории, а самое главное, так сказать, то, что касается отсутствия концепции преподавания самой учебной дисциплины истории. И вот для того, чтобы поэтапно эту задачу решать, одновременно оказалось, что это достаточно сложно сделать в силу ряда причин, было принято решение в прошлом году российским историческим обществом, поскольку на него по поручению президента возлагалась содержательная часть всей этой работы, а затем и по распоряжению, так сказать, и по просьбе к историческому обществу и по распоряжению соответствующим структурам подведомственным, Министерство просвещения Российской Федерации и в прошлом году, и в нынешнем году обращало внимание на необходимость разработки концепции преподавания предмета «История». Начали эту работу с того, что было предложено создать концепцию преподавания одного из исторических курсов, которые в школе присутствуют, а именно курса «История России». И, соответственно, затем уже после того, как будет готова и утверждена в определенном процедурном порядке концепция всеобщей истории, соответственно, будет уже принята такая же концепция по всеобщей истории. А для того, чтобы не было на нынешнем этапе каких-то разночтений, вставал вопрос о том, что необходимо синхронизировать эти курсы и представление об этом, хотя они не только «История России» касаются, но и учебного предмета истории в целом, отразить уже и на этом этапе, то есть специальным таким разделом. Это я все рассказываю для того, чтобы вы понимали, что нет отказа от историко-культурного стандарта, нет отказа от предыдущей концепции, то есть речь идет о новой стадии, о новом этапе в решении задач исторического образования в нашей стране. Значит, было действительно многое сделано, и очень хорошие критические, в том числе, замечания и по содержанию учебников, и по тому, каким образом строить преподавание курса, как использовать электронные форматы в обучении. Все это появилось, так сказать, за последние пять лет, и все это было учтено рабочей группой Российского исторического общества, которая готовила этот проект. В июне этого года состоялось общее собрание Российского исторического общества, на котором содержательные вопросы были с участием всех заинтересованных сторон, и Министерства просвещения в том числе, и всех структур, которые принимали участие раньше в обсуждении концепции нового УМК по отечественной истории. Все они были привлечены к обсуждению, внесли тоже свои изменения и дополнения, и, соответственно, были учтены все эти моменты при составлении нового документа. Что именно нового появилось, так сказать, здесь? Что нового появилось здесь? Значит, для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне хотелось бы напомнить о том, что именно не устраивало, так сказать, и на что обращали внимание учителя, и любой из вас, я думаю, это знает даже лучше, чем я бы сейчас вам рассказывал. Но первое, на что обращалось внимание, что переход на тот принцип преподавания, когда изучение истории заканчивалось в 10 классе для основной массы учеников, вызывал определенные проблемы. Проблемы, в первую очередь, связанные с тем, что количество часов на изучение истории 20 века, которые ограничивались 10 классом, становилось намного меньше, почти на третью часть, так сказать, меньше, учебного времени, чем это было раньше, когда в 9 классе изучалось историю 20 века. Плюс к тому, это первоначальный, 5 лет назад сделанный шаг по пути, фактически, возврата к линейной системе преподавания истории, он, конечно же, требовал следующего, так сказать, шага, определения того, что и как мы должны изучать по истории, и по истории России в частности, в 11 классе, поскольку вот тот принцип повторения, который был заложен в предыдущей концепции, повторение учебного материала, который дети изучали совершенно в иных возрастных своих условиях и с учетом своих педагогических, психологических возможностей той возрастной группы, о которой я говорил, применительно к 6 классу, например, требовало некоего повторения. Но повторение это нужно ли было для всех? Этот вопрос задавали часто учителя и предлагали вернуться к вопросу, который раньше тоже задавался, о том, чтобы продлить изучение истории как предмета, и в том числе истории России как учебного курса, распространить его и на 11 класс. Тем более, что требовал еще один вопрос ответа на себя, так сказать, ответа на этот вопрос требовалось сделать, так сказать, вопрос связан с тем, что необходимо было определиться, кто и как будет проводить итоговую аттестацию, но кто понятно, каким образом будет проходить итоговая аттестация в старшей школе по истории. Высказывались разные точки зрения, в частности, с самого начала обсуждения, уже в 2013-2014 году, Министерство образования и науки, министр тогда Ливанов, ставил вопрос о том, что нужно прям немедленно вводить ЕГЭ, обязательный для всех по истории России, во всяком случае. Эта тема была неактуальна, поскольку еще не начался даже переход на учебную литературу, на новые учебники. Он и сейчас еще не завершен, так сказать, полный переход на новую учебную литературу, поэтому требовать чего-то в качестве итоговой аттестации от ребят, которые не проходили этот материал, было бы сложно. Но возникал уже тогда вопрос о том, каким же образом все-таки поступить, так сказать, с итоговой аттестацией, что и как изучать в старшей школе. Поэтому родилась тогда идея, связанная с наличием повторительно обобщающего некоего курса в значительном объеме времени. Как правило, это касалось только углубленного, углубленного, так сказать, уровня преподавания истории в старшей школе, но тем не менее, так сказать, вопросы все эти возникали. Второй момент, который необходимо, на который тоже необходимо было ответить, это вопрос о судьбе того интегративного курса, который внедрялся еще раньше, курса «Россия в мире», который до сих пор в документах, в ряде наших нормативных документов, в том числе, проходит как курс по выбору. То есть люди могут изучать либо историю России и всеобщую историю отдельно, либо курс «Россия в мире» в соответствующем виде. Так вот, предлагалось многими учителями, в частности, исключить из обязательной части учебных планов 10-11 классов этот курс и рекомендовать его в качестве курса по выбору при углубленном изучении гуманитарных общественно-научных предметов. Это я говорю о предложениях, которые вносились раньше. Третий момент. Необходимо было добиться следующего, так сказать, этапа реализации предыдущих всех решений, связанных с тем, чтобы адаптировать все региональные курсы, которые касаются региональной истории, с тем общефедеральным наполнением, которое было в предыдущей концепции обозначено в историко-культурном стандарте. В противном случае у нас получалось, что в целом ряде регионов страны региональная история изучалась, причем иногда предшествуя изучению федерального курса на уровне 5-го класса, например, а то и в начальной школе, с совершенно иными оценками, с совершенно иными подходами, чем это предполагал федеральный курс. Поэтому было поставлено одно из обязательных, так сказать, таких условий, в том числе и перед разработчиками, и перед создателями учебных курсов для регионов нашей страны, задача гармонизации и согласования курсов региональной истории с обязательным курсом истории России. Далее. Очень важным оставался, и до сих пор пока еще будет оставаться некоторое время, вопрос о том, чтобы последовательно сообщать исторические знания, которые даются на уровне начальной школы общего, основного образования и среднего общего образования. Поэтому у нас фактически из всех руководящих документов на сегодняшний день отсутствуют прописанные некие представления о том, что же в начальной школе, в курсе «Окружающий мир» должны наши дети изучать в части истории. Поэтому разнобой существует и в учебниках. Это не вина авторов, а отсутствие просто некой регулирующей, так сказать, роли самого регулятора, в данном случае Министерства посвящения. И поэтому необходимо было синхронизировать и логично выстроить материалы на уровне начальной школы в том числе и добиться их синхронизации с курсами истории России и всеобщей истории в основной и средней школе. Далее, необходимо было усилить некий или, как сказать, не только усилить, но и вопрос обозначить, связанный с тем, чтобы как все-таки контролировать в будущем содержание вот этих многочисленных материалов, потому что ограничения, связанные с проведением экспертизы с участием специалистов российского исторического общества, которые в 2015 году принимали участие в этой работе, это положение из обязательных ушло. В итоге экспертиза новых учебных материалов, которые шли последние годы, в том числе и сейчас происходит, оно идет, то есть оно снимает как бы все те ограничения, которые раньше накладывались. Это способно привести в будущем при сохранении такого подхода к тому, что мы вернемся опять в то положение, которое было до того, как начал внедряться историко-культурный стандарт и некая унификация, так сказать, в содержании и, так сказать, в требованиях к учебному материалу была в пять лет назад обеспечена. Далее, еще один момент, очень важный, который здесь возникает, это то, что касается переподготовки, повышения квалификации в системе институтов развития образования, так сказать, и в иных структурных подразделениях нашей системы, учителей, учительских кадров, которые, в общем-то, должны преподавать, так сказать, с учетом вот всего того многообразия вопросов, о которых мы с вами сейчас говорим. Поэтому, значит, создание институтов развития образования или их радикальная трансформация, которая была осуществлена в течение последних лет, она требовала тоже внесения определенных, так сказать, изменений и особо обращать внимание необходимо было на те вопросы, которые были названы раньше в историко-культурном стандарте трудными вопросами истории. Я выступал не один раз в регионах, когда бывал, выступал несколько раз с тем, что, собственно, мы понимаем под трудными вопросами истории. Ведь мы действительно, если перечислить и посмотреть на все эти вопросы, то окажется, что у нас вообще все практически разделы отечественной истории представляются трудными. И почему тогда они такими трудными? Они трудны для изучения, они трудны для понимания, они трудны для преподнесения этого материала ученикам. То есть в чем сложность? На мой взгляд, эта сложность заключается в том, что у учителя современного, у него, естественно, отсутствует реальная возможность обращать внимание на трансформацию представлений и, как сказать, новых данных, что ли, которые существуют в исторической науке и которые по всем этим трудным вопросам давали бы новые подходы. То есть это вопрос историографического пополнения, так сказать, наращивания знаний, которые у учителя присутствуют в определенной степени, но они не могут быть главным в его деятельности. Поэтому здесь нужно именно через институты развития образования, через методическую помощь учителям самим, через какие-то онлайн-трансляции или курсы и прочее, так сказать, давать им представление о том, что нового. Причем это регулярно должно происходить в течение, допустим, каждого года, ну, по крайней мере, все то новое, что историческая наука и в плане документов, и археологических определенных открытий, так сказать, что она привнесла и дала нового в освещение тех или иных вопросов. Вот все эти обстоятельства, о которых я сейчас говорю, они как раз и привели к тому, что стала разрабатываться и потребовалась вот такая корректировка, создание самой концепции, корректировка историко-культурного стандарта, который сейчас существует. Кроме того, историко-культурный стандарт вызывал определенные критические замечания, справедливые в том числе замечания, связанные с тем, что он избыточно насыщен дидактическими единицами, которые, в принципе, при итоговой аттестации будут требовать обязательного и непременного, ну, как сказать, знания со стороны учащихся и тех, кто задает им эти вопросы, не только в рамках ЕГЭ, но и в рамках, так сказать, другой, других видов итоговой аттестации. Поэтому в данном случае очень важным представлялось как раз, значит, ну, оптимизировать, что ли, наполнение историко-культурного стандарта. В то же время нельзя было пойти по пути резкого и серьезного сокращения, так сказать, тех объемов, и особенно в плане имен, терминов и так далее, которые в курсе в этом существуют. Поэтому учтены должны были быть все эти пожелания тоже при разработке концепции преподавания. Так вот, что же в итоге, что же в итоге, значит, следует иметь в виду, когда мы говорим о вот этой самой новой концепции? Я бы не сказал даже, что она новая концепция, потому что концепция преподавания, она впервые появилась в том виде, в котором она сегодня предложена. тоже будет нуждаться, наверное, в определенных коррективах и так далее, но с чего-то все равно начинать было нужно, я так полагаю. Так вот, первое, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что сохранены основные методологические и содержательные основы концепции 2014 года, а историко-культурный стандарт включен не в качестве обязательного положения, которое должно быть закреплено, так сказать, и все ему должны следовать, а включен специальным приложением, которое определяет формирование и содержание курса истории России в школе через рабочие программы самих учителей. То есть, это ориентир некий, который надо иметь в виду, и его должны именно как ориентиры придерживаться, в том числе, и составители контрольно-измерительных материалов по итоговой аттестации. Второй момент, который очень важным является, это то, что закреплено по просьбе учителей, закреплен переход фактически на линейную систему изучения истории России с 6 по 11 класс с заметным увеличением количества учебного времени за счет того, что будет не только в 10, но и в 11 классе тоже изучаться история России и история всеобщая. То есть, заметное раздвижение, так сказать, возможностей используемого учебного времени. пытались несколько коллег поставить вопрос о том, что это, мол, задача не концепции, а примерных программ, которые закрепляют содержание и которые как раз и являются нормативным документом для всех нас, особенно при составлении рабочих программ. Так ведь в данном случае как раз концепция-то идет вслед за примерными программами в чем-то, то есть она никак им не противоречит, потому что концепция, заложенная в основу примерных основных образовательных программ для старшей школы, она имеет в виду возможности вариативного изучения истории, в том числе и в 10-м классе только лишь, и в 10-м и 11-м классе, так сказать, одновременно, и по этому пути, как раз раздвигая возможности вот этих примерных программ, шли целые регионы, не то что конкретные учителя. У нас есть регионы, где, в частности, Омская область, Санкт-Петербург, другие регионы, в которых была принята такая модель, о которой вот я сейчас говорю, как раз. Далее. Зафиксирована синхронность курсов и основных тем по истории России, по всеобщей истории. Для чего это нужно? Это специальный раздел в этой концепции есть, синхронизация курсов по классам, она дана, это опять-таки не директива некая, а некий, опять-таки, сигнал и некая установка, которая ориентирует на то, где что изучать, чтобы не допустить асинхронности в изучении курсов различных в соответствии с прежними положениями, так сказать, программных документов наших и нормативных актов системы образования, которые останавливали на этом наше внимание. Далее установлен принцип соответствия учебного содержания положением концепции историко-культурного стандарта при подготовке и оценке учебников по истории России и учебных пособий по региональной истории культуры, то есть то, о чем я и говорил. Сейчас все учебные пособия по региональной истории, которые разрабатываются и которые будут включаться во вторую часть федерального перечня учебников, они все будут проходить, значит, это закреплено будет в соответствующих документах министерства, они будут проходить экспертизу как раз на предмет соответствия концепции данной и историко-культурному стандарту. Далее предусмотрено проведение обязательной проверки учебных достижений всех учащихся основной и старшей школы в форме контрольной работы, которая имеет статус допуска государственной итоговой аттестации. Это то, на что обратили внимание как раз представители Российской Академии Образования и Министерства Просвещения при обсуждении данной концепции. Поэтому вот это положение как раз тоже было внесено. Далее отмечена необходимость привлечения экспертов Российского Исторического Общества к экспертизе учебников по истории России в новой процедуре экспертизы учебников, которые установлены Министерством Просвещения России. Вы знаете, наверное, о том, что сейчас те, кто занимается выпуском учебных материалов, учебных книг и электронных продуктов, они представляют на экспертизу ежегодно фактически новые продукты, которые они выпускают. И вот к этой экспертной работе следует, конечно, подключать, предполагает Министерство подключать специалистов, экспертов российского исторического общества, опять-таки для того, чтобы обеспечить реализацию и этой концепции, и всех остальных других нормативных документов, которые принимаются. По многочисленным просьбам учителей и методистов материалы историко-культурного стандарта, которые определяют события, персоны и источники, выведены в специальный раздел рекомендаций, как я уже сказал, что существенно снижает давление количества дидактических единиц при формировании учителями рабочих программ курса, но при этом оно должно, конечно, соответствовать тем синхронизированным, так сказать, вот этим понятиям, которые внесены по классам, так сказать, и на которые следует обращать внимание. В соответствии с имеющимися обращениями рассмотрены и предложены соответствующие научным представлениям исторические наименования государственных образований и территорий. Вот на это я бы тоже обратил ваше внимание, потому что это была одна из тех, была одна из тех особенностей, на которые обращали внимание учителя, когда высказывались по поводу новых учебников истории, в частности, и делали это очень, на мой взгляд, правильно и верно. Вообще, хотя, хочу вам сказать, что реакция педагогического сообщества учителей на учебную литературу это исключительно важный канал связи для того, чтобы посмотреть и понять, как срабатывают все те концептуальные вещи, которые в документах подобного рода, как и данная концепция, закладываются, потому что иногда имеется в виду одно, на деле происходит совершенно другое, в том числе и в материалах учебников, которые... Я приведу просто конкретные примеры, в чем унификация произошла. Вот три, может быть, таких примера вам приведу, поскольку времени не так много. Первый пример. В историко-культурном стандарте в его прежней редакции существовало несколько понятий, связанных с названием нашего государства на ранних стадиях его развития. То есть, существовало понятие Древняя Русь, существовало понятие Русь, существовало понятие Киевская Русь. В зависимости от того, кто из ученых писал соответствующий раздел, он иногда, может быть, даже не особо задумываясь, вводил то представление собственное, которое он считал правильным. В итоге получалось, что в одном и том же документе у нас существуют совершенно разные трактовки того, что же собой представляло наше государство на раннем его этапе. Древняя Русь критиковали, писали письма нам, что в издательстве писали письма, но и в министерстве, наверное, тоже обращали внимание на то, что древняя история древнего мира заканчивается, так сказать, гораздо раньше, чем появляется государство Русь, а мы говорим о древней Руси, так сказать, имея в виду, так сказать, государство, которое так, в общем-то, никогда и не называлось. Хотя, как оно называлось и как современники трактовали этот вопрос, мы с вами тоже не знаем и не узнаем никогда. Второй момент. Государство, которое касается, например, вот Киевской Руси, допустим, та же самая. применительно в каком времени мы относим это государственное образование, каким образом и с какого времени мы начинаем исчисление, не модернизируем ли мы тогда представление о том, что такое было государство Русь, поскольку оно применительно в Киевской Руси более позднее, так сказать, нежели, так сказать, Новгородская Русь. Забываем о противостоянии севера и юга, так сказать, в борьбе за объединение тех или иных территорий, где славяне жили, так сказать, и так далее. То есть это тоже вопросы, которые увели бы, оно тоже допустимо, ради бога, в учебном процессе, так сказать, учитель может все это использовать, но поясняя свою позицию, а в нормативном документе, в концептуальном документе должны быть, в общем-то, определенные пределы и границы, так сказать, которые переходить не надо и путаницу вносить в этот ряд не стоит. Поэтому было принято в данном случае решение о том, чтобы на ранних стадиях, так сказать, название государства давать просто как государство Русь, имея в виду вот все те особенности, о которых я сказал. Второй пример, который тоже приведу, это пример, связанный с термином Великой Российской Революции. Кто-то относил это только к 1917 году, в некоторых частях историко-культурного стандарта, собственно, это так и было заложено, например, так сказать, это положение. Сейчас унифицировано, в том числе и в хронологических своих версиях, так сказать, Великая Российская Революция дается совершенно в определенных, так сказать, исторических рамках, которые завершают этот период 1922 годом, собственно, образованием Советского Союза. Еще один пример, который тоже привел бы вам в силу определенных причин, я бы даже не сказал, что политических причин, а просто исходя из той практики, к которой мы привыкли с вами все, в прежних документах везде упоминалось применительно к 17 веку, в том числе, с большой буквы употреблялось выражение и термин, связанный с, допустим, воссоединением Украины с Россией, так сказать, в середине 17 века и так далее. Были протесты в ряде случаев, так сказать, связанные с тем, что мы применительно к территориям войск Запорожского, например, которые вошли в состав Российского государства по решению Переславской Рады, даем осовремененное представление, при том, что в современных реалиях это звучит как наличие государства Украины в тот период времени. Вы знаете о том, как относились к этой терминологии и откуда она вообще взялась и появилась, если брать конкретное звучание, тем более в учебных материалах. В 19 веке, причем в Киеве, так сказать, представителями местных националистических, в том числе, так сказать, кругов, историки были среди них великие, в том числе, замечательные люди. Они как раз впервые стали употреблять понятие Украина применительно к этой территории. В документах, если вы посмотрите, речь идет о землях войска Запорожского, а у Соловьева, Сергея Михайловича, например, речь идет о донских и запорожских украинах с маленькой буквы российского государства, украинах, окраинах и прочее. Вот поскольку сегодня наполнение идет совершенно иначе, или, например, включение в 18 веке в состав нашего государства там, допустим, жузов, для того, чтобы уточнить в прежней редакции историко-культурного стандарта, что такое там средний, младший жуз и так далее, употреблялось выражение младшего жуза Казахстана. Никакого Казахстана в этот период времени естественно не было. Поэтому в данном случае вот та терминология, которая предлагается сейчас в историко-культурном стандарте, она идет в том числе от современных научных представлений, которые лишают политического звучания, так сказать, вот те вопросы, которые там были бы заложены. Ну, это я еще раз повторяю, как просто конкретные примеры в данном случае. Устранен ряд содержательных противоречий, проведена терминологическая унификация, значит, которая, о которой в том числе я говорил. Внесены были, в связи с тем, что работа проводилась в год 75-летия Победы, были внесены некоторые изменения и дополнения, которые отражают сюжеты, связанные со Второй мировой Великой Отечественной войной. В частности, содержание генерального плана ОСТ, сущность нацистского оккупационного режима, захваченных в территориях Советского Союза, характер нацистской пропаганды, массовые преступления гитлеровцев против советских военнослужащих и мирных граждан, этнические чистки на оккупированной территории Советского Союза, трагедии военнопленных, массовое уничтожение военнопленных, медицинские эксперименты над заключенными нацистских концлагерей и гетто, разграбление и уничтожение культурных ценностей на оккупированной территории, угон советских людей в Германию. Особым разделом выделена тема Холокоста, и это очень важная тема, тем более, что в учебниках она не звучала так сильно и выпукла в документах предыдущих, из-за этого получалась в ряде случаев неверная, просто даже исторически неверная трактовка тех событий, которые были. То есть проводился такой, как бы, знак равенства ставился между понятиями лагеря смерти и концлагеря. Не все концлагеря были лагерями смерти. Там целый ряд других, так сказать, нюансов, на которые обращали внимание нам работники, профессионально занимающиеся этой темой, из Центра Холокост, из других организаций. То есть здесь постарались учесть те особенности, которые действительно необходимо иметь в виду. То, что касается развертывания партизанского движения, те сюжеты, которые связаны в частности с националистическим таким, даже я бы не сказал, что подполем, а с националистическими движениями, которые были на оккупированных территориях, которые вели сотрудничество с оккупационными властями. Здесь надо понять еще и такую особенность, как то, что немцы очень активно использовали оккупационные власти, очень активно использовали, как раз пытались убить клин между представителями разных народов и оккупационный режим на этих территориях и на Кавказе, и в Крыму, и в других районах, так сказать, на Украине в частности оккупированной Советской Украине, тоже требовал своего особого внимания. Естественно, что и сюжеты, связанные с национальной политикой, они брались и рассматривались раньше в отрыве от самих националистических движений, в данном случае присутствует и то, и другое, а уж как выстроить на уроке тот или иной материал и какие давать оценки, это дело самих естественно учителей. Поэтому мне кажется, что получилось при разработке как раз вот этого материала, при разработке концепции, получилось учесть очень многое из тех пожеланий, которые у нас существовали, так сказать, и учителями предлагались. Это вовсе не значит, что все учтено, что все все знают и понимают, так сказать, и, конечно, и концепция сама, она только-только буквально принята, и уж тем более обновление учебных материалов, которые будут происходить вслед за ее принятием, это то, что необходимо, естественно, будет всем нам иметь в виду и высказываться по поводу того, что не устраивает, и что было бы целесообразнее, и что было бы целесообразнее здесь изменить. И последнее, что мне хотелось бы сказать перед тем, как перейти к вопросам, поскольку их может быть достаточно большое количество, мне хотелось бы остановиться на том, что касается как раз вот этих самых вопросов синхронизации изучения курсов отечественной и всеобщей истории. В принципе, здесь никаких особых революционных изменений не происходит, как вы знаете. Изучение истории России начинается с шестого класса, а в пятом предполагалось и предполагается и дальше будет так сказать происходить изучение истории древнего мира. Но вот та связка, которая с начальной школы существует, предполагает и уже созданы такие пособия для внеурочной работы, которые связаны для пятого класса, которые связаны с внедрением для внеурочной работы рассказов по истории России, они будут тем мостиком, который закладывает основу последующего изучения этого курса в основной школе. Поэтому в шестом классе, если говорить о российской истории, то это роль и место России в мировой истории показано, периодизации, источники, показаны ранние периоды, которые восходят еще к Древнему миру в разных частях территории современной Российской Федерации, в частности в Крыму, на Кавказе, особенности, которые предшествовали образованию государства Русь в IX веке. И, соответственно, дальше все эти сюжеты рассматриваются вплоть до начала XVI века. Далее в VII классе это Россия в XVI веке и в XVII, до фактически начала правления Петра I. То же самое касается и всеобщей истории. Именно этот период к ней относится, от начала Великих Географических Открытий до конца XVII века. В VIII классе это с конца XVII века и полностью XVIII век. И здесь возникало, как нам учителя рассказывали, несколько противоречий, связанных в том числе с тем, что количество часов большое, так сказать, а материала достаточно меньше, чем его было всегда, так сказать, выпадало на это количество часов. Поэтому предложено было большее внимание уделить как раз вопросам истории культуры, вопросам, связанным с подробным рассмотрением тех или иных особенностей быта, населения разных его слоев, так сказать, и прочее. IX класс это так называемый долгий XIX век, но по всеобщей истории он долгим получается из-за того, что с Великой Французской революции начинается и заканчивается фактически началом Первой мировой войны. Для истории России традиционно берется с момента начала царствования Александра I и опять-таки до 1914 года. В X классе предполагается, что это от начала Первой мировой войны и до окончания, до завершения Второй мировой войны. И XI класс, вероятно, это все-таки первое полугодие XI класса, это то, что касается послевоенного развития нашей страны и современной истории. Кстати сказать, в этой связи я хотел бы отметить тот факт, что разделы по историко-культурного стандарта, по истории, значит, современной истории России, они абсолютно фактически пересмотрены в том отношении, что стали более логично выстроенными, может быть, излишне детализированными, особенно применительно к современным нашим с вами дням. Туда уже в том числе и пандемия, я смотрю, вошла, так сказать, и так далее. Но, тем не менее, вот все эти сюжеты, они очень подробно прописаны и дают некие интересные новые повороты, на которые, пожалуйста, обратите тоже внимание. Это предмет особого разговора, но мне хотелось бы, чтобы вы тоже об этом знали. Вот это то основное, что мне хотелось бы вам кратко сказать. Документ сам размещен на сайте Российского исторического общества, и вы можете высказываться. Я призываю вас, поскольку площадки какие-то открытые для обсуждения, видимо, уже закрыты в связи с тем, что документ принят, вы пишите, пожалуйста, свои пожелания и комментарии, любые, какие вы считаете нужным, и любые предложения выносите, какие вам покажутся правильными. Пишите, пожалуйста, так сказать, в Министерство и в Российское историческое общество, и мне самому пишите по адресу, который, значит, есть на сайте издательства просвещения. Все это будет, безусловно, учтено при дальнейшей работе и над учебной литературой, и над самими нормативными документами. Следующим этапом, кстати, вслед за принятием вот этой самой концепции, будет, безусловно, внесение соответствующих изменений в новую редакцию Федерального государственного образовательного стандарта, который в скором времени появится, а затем и в примерные основные образовательные программы, но в порядке уточнения тех позиций, которые там сейчас присутствуют в содержательном наполнении, потому что в основном историко-культурный стандарт, он не изменился как таковой, то есть он все сохранил то содержание, которое было и раньше. Сейчас обратимся к вопросам, которые появились. Здесь, значит, я все, может быть, и не сумею, так сказать, ответить, но тем не менее. Так, почему история России в девятом классе заканчивается началом 20 века? Значит, данная линия учебников не подходит для основной школы. Так, в девятом классе заканчивается началом 20 века. Наоборот, как раз соответствует как раз основной школе и тому, что записано в документах. Поэтому, так сказать, здесь вот я об этом подробно говорил. В десятом классе история России и всемирная история начинается фактически с 1914 года, с Первой мировой войны. Где-то, может быть, вводный параграф дается в порядке повторения, чтобы было понятно, откуда и почему произошла война. Так, 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 так. Почему история России в девятом классе? Так, это я уже ответил. Основная часть учащихся уходит после девятого класса, и война остается на откуп СПО. Ну, вы знаете, что согласно закону об образовании в СПО, в том числе, и вообще куда бы кто ни пошел, так сказать, после девятого класса, изучение истории предполагается в полном объеме. И диплом или там аттестат учащемуся СПО невозможен без полного прохождения того курса, который был. Кроме того, высказывают часто другую вещь, что после вот девятого класса ушел, и вот ничего знать не будет. Такая ситуация у нас существовала и в советское время, когда после восьмого класса люди уходили, так сказать, тоже куда-либо, так сказать, и вот считалось, что они тоже чего-то не узнают. Это вопросы, которые, в общем-то, касаются в том числе и выбора некоего, а не обязательств государства. Государство гарантирует эти возможности, а куда кому пойти, это право, конечно, каждого человека. Что с изучением истории в одиннадцатом классе? Вот только что сказал, послевоенная история с сорок пятого года и до сегодняшнего дня составляет содержание в одиннадцатом классе. В десятом классе заканчиваем изучение истории 20-го, начала 21-го века. Что будем изучать в одиннадцатом? Ответил. Изучаем историю в десятом классе последовательно, всемирные истории, истории России. Нельзя ли их изучать синхронно? Вы знаете, вот это очень хороший и правильный вопрос. Мы сейчас в издательстве, в частности, предполагаем, поскольку не нарушаем никаких канонов, предполагаем вот именно такой интегративный курс для старшей школы, потому что предмет-то один, история, так сказать. Мы предполагаем такой курс предложить, но пойдет ли он в таком виде, так сказать, или в каком-то ином? То есть здесь есть возможность действительно посмотреть, как это должно было бы быть. Если есть идеи, если есть пожелания и желание самим это создать, ради бога, мы с удовольствием открыты для такого сотрудничества. Интересует мнение об учебниках альтернативных изданий, к примеру, школы 2100, которые сейчас выведены из перечня. Как оценивают содержание учебников и считают ли, что они достойны быть в перечне? Должны ли технологии, применяемые в обучении, хоть как-то отражаться в учебных пособиях и учебниках? Очень тоже хороший вопрос. Вы знаете, я считал, и всегда об этом говорил, и сейчас скажу, что, безусловно, наличие разных подходов и разных материалов для использования в учебном процессе – это только благо, безусловно. И поэтому здесь может быть совершенно разное количество и большое количество каких-либо вариантов. Я... 2100 школа – это то, что баллы создавал, я так понимаю. Если это так, то там тоже были хорошие материалы, но необходимо, во-первых, унифицировать под те документы, о которых мы говорили, привести их в соответствие, вернее. А с другой стороны, нужно посмотреть, на каких основаниях они выпали из перечня. Я просто этого не знаю, поэтому тут надо быть. То, что касается современных технологий, вы знаете, что будущее, причем самое близкое будущее, связано с созданием образовательных платформ. И над этим работает очень много сейчас совершенно разных, иногда необычно далеких, казалось бы, по своему значению, организаций над этим делом. Поэтому я считаю, что технологии современные должны обязательно быть использованы. Но не надо забывать о том, что и электронные форматы, и любые технологии, они используются лишь инструментом в решении той образовательной задачи, которая есть. Я не призываю к тому, чтобы на века сохранять книги, как единственный инструмент такой, но во всяком случае надо понимать, что это действительно инструмент. Так, опять вопросы по поводу структуры старшей школы. Я говорил об этом. Значит, так, так, так. Возможно ли одновременное преподавание истории? Ну, это зависит от рабочей программы, которую вы составите, потому что это не исключено. Так, Елена Калинина, спасибо вам большое за добрые слова. Я очень вам признателен за оценку прежних наших пособий с Людмилой Геннадьевной Касульной в том числе. Войдет ли учебное пособие Борисова и Ливандовского в федеральный перечень? Экспертиза прошла. Войдет или нет, узнаем уже скоро, потому что в декабре будет приказ об обновлении федерального перечня. Я надеюсь, что это хорошая линия, добротная, так сказать, и она для углубленного изучения как раз хороша. Концепции по всеобщей истории общества знаний вступили ли в юридическую силу? Концепция по всеобщей истории не утверждена, потому что нет механизмов ее утверждения, потому что это научная концепция, но она существует. Она имеет свои проблемы определенные, в частности, слишком детально и подробно расписано содержание этого курса в отрыве от того реального количества часов, которые на это отводятся. В этом самая главная проблема. Но я надеюсь, что в ближайшее время будет утверждена. По поводу общества знания, так сказать, ничего сказать не могу, потому что официальных каких-то документов нет на этот счет. Так, опять вопрос о структуре старшей школы я пропущу, говорил. Уже ГИА по истории девятого класса. Насколько материал насыщенный. Я думаю, что это надо писать просто конкретно в ФИПИ, который занимается этими вопросами. По действующим сегодня положениям, в общем-то, имеется в виду итоговая аттестация по всему материалу историческому, который был дан. А вот насколько целесообразен конкретный вопрос и конкретное наполнение, так сказать, это к ним вопрос, конечно. Как бы в системе СПО к нам пришли студенты, которые обучены уже по ИКС. Они закончили на 14-м годе 20-го века, а стандарт ориентирован на концентрическую систему изучения. Вы знаете, я уверен в том, что концепция преподавания истории в СПО, она, безусловно, должна меняться и соответствовать. Стандарты должны быть внесены, изменения в соответствии вот с этими принятыми сейчас решениями. Потому что СПО является частью системы, так сказать, образования единой. И изменения должны быть, безусловно, внесены. Об этом мы тоже сообщим в министерство, чтобы они имели в виду. Так, почему начинаем сначала изучать историю в 11-м классе? Так, не понял я. Дальше. Нагрузка для 6-го класса по истории средних веков. Материал огромный, дети плохо усваивают. Можно ли что-то убрать? Вы знаете, сообщу об этом разработчикам концепции по всеобщей истории, но пока я ответить по средним векам не могу. Так, контрольная работа по истории как допуск к экзаменам. С какого года? Я думаю, что тогда, когда будут приняты соответствующие решения, нас об этом уведомят. Но пока это не дело ближайшего будущего. Это не прямо вот с сегодняшнего дня, с 21-го года начнется. Так, программа 20-го, 21-го века рассчитана на 2 года. До окончания 2-й мировой 1-й год, остальной на 2-й вместе со всеобщей. Ну да. Дальше. Всеобщая история. Ученики за малым количеством часов не успевают. Одной четверти недостаточно. Я с вами согласен. Просто надо над этим думать, конечно, разработчикам программ по всеобщей истории. Можно ли подробно о контрольной работе? Я сам не смогу ответить на этот вопрос по контрольной работе. Это Игорь Анатольевич Артасов, я думаю, лучше ответит. Мы специально его пригласим для того, чтобы он вам рассказал. Почему в линейках, учебниках нет хрестоматии? Хрестоматия есть. Она в соответствии с теми документами, которые в историко-культурном стандарте названы, такая хрестоматия есть. Издавать как книгу – это нецелесообразно, безусловно. Это нецелесообразно по многим причинам. В том числе она была бы слишком дорога по цене, так сказать, и ничего бы не давала никому. Она размещена на сайте издательства «Просвещение». Там, где линейка Таркунового, так сказать, представлена, вы нажмете, есть раздел «Хрестоматия». В электронном виде проще пользоваться, и она бесплатна, поэтому вы просто можете пользоваться такой электронной хрестоматией. Так, не понял вопроса с Камчатки. Я почему на 1923 год Камчатка уже не считается? Не знаю, почему такой вопрос возник. Камчатка – это наша замечательная территория, которая, так сказать, никто никуда ее ни в 1923, ни в каком-то еще году не собирается игнорировать. Так, не планируется ли увеличение числа часов на изучение истории? Нет, не планируется. Только за счет того, что будет сам материал разнесен по двум годам, 20-й век, я имею в виду. Так, увеличение количества часов не будет. Курс России в мире. Если вы считаете, что он нужен, пожалуйста, преподавайте. То есть не будет обязательности, а выбор вы можете иметь такой. Понятие «Черная Русь» в учебниках с картами. Вы знаете, я этот вопрос запишу по поводу «Черной Руси». Поскольку его нет ни в стандарте, ни где, то он в контрольно-измерительных материалах быть не должен, с моей точки зрения. Это правильное пожелание. Так. Так, вот вопрос такой. Обсуждался ли вопрос «Линия учебников «История России» под редакцией Таркунова рассчитана на 6-10 классы? Планируется ли издание учебников за 11 класс по этой линии?» Уважаемые коллеги, мы, конечно, придерживаемся того, что должны учебники соответствовать действующим программам и так далее. На сегодняшний день у нас существует, вот уже 5 лет издается линия учебников 6-10, но с 2019 года издается как учебное пособие, а сейчас подана была на экспертизу и прошла экспертизу линия учебников для старшей школы 10 и 11 класс хронологическим наполнением с 1914 года по сегодняшний день. Поэтому есть и тот, и другой вариант. Они оба, скорее всего, будут присутствовать хотя бы некоторое время в ФПУ вместе, потому что изучение идет, материалы и так, и так. И, соответственно, вы можете использовать тот вариант, который соответствует вашим рабочим программам. А учебники сами такие существуют, и вы можете их использовать. И 10 класс отдельно, только лишь, с полным изучением. И 10-11 в соответствии с новой концепцией. Так, курс «Россия в мире для старшей ступени». Программа, учебники, дополнительные материалы. Они все есть. На сайте, в том числе, издательства размещены, поэтому вы можете их использовать. Так, есть ли стандарт, который предполагает с такой истории начинать изучение истории, начиная с 6 класса? Такого нет стандарта. Есть примерные программы и есть. И вы можете составить рабочие программы таким образом, чтобы вы изучали так, как вам удобнее. Но, естественно, всегда идут от общего к частному обычно. Поэтому сначала изучают историю всеобщую. Дается представление о периоде в целом, мировой истории. А затем уже изучается история России. Так, в учебнике по истории за 10 класс Таркунова, 17-го года, есть ряд фактических неточностей, неверных трактовок. Будет ли это исправлено? Если вы напишите прямо мне на личный адрес, например, на издательство, какие именно позиции вы имеете в виду, то, безусловно, мы это исправим, если это действительно ошибки или неточности. В отношении того, что касается работы с текстами и с какими-то позициями, которые высказываются, ни одного замечания и пожелания не бывает никогда пропущено. Либо дается пояснение, почему оно так, а не по-другому. Поэтому ждем письмо и будем реагировать на конкретные пожелания. В 11 классе по ФГОСам мы изучаем 20-й век, послевоенное время. Но ФГОС это нет новой редакции. А вот в концепции, о которой идет речь, да, действительно, это как один из вариантов. А так, опять-таки, ваша рабочая программа будет составляться, как вы посчитаете необходимым. Дальше. Значит, в 11 классе историю изучаем только в первом полугодии. Тогда что делаем во втором полугодии? Во втором полугодии готовятся к итоговой аттестации, как правило. И поэтому учителя в основном и просили, чтобы изучение курса для тех, кто не сдает, допустим, так сказать, ЕГЭ, чтобы оно завершалось первым полугодием. Те, кто сдает и углубленно изучает историю, они, естественно, будут изучать и во втором. То есть все зависит от конкретных условий и от конкретных ваших реалий в конкретной школе и классе. Где скачать полную версию? Если о вот этой самой концепции, то на сайте исторического общества она есть. И на сайте министерства, я думаю, появится в ближайшее время, потому что коллегия ее приняла. Так, по каким учебникам во втором полугодии изучать? Ну, учебники появятся. Вот я уже говорил, что Таркуновский есть в таком виде и для 10-го, и для 10-го, 11-го тоже. Так. Так, дальше. Учебники 10-го класса на 10-й и 11-й, на основании чего история делится на довоенное и послевоенное время, на что можно опираться в рабочей программе. В рабочей программе вы можете опираться только на примерную основную образовательную программу, поскольку это нормативный документ. А по поводу содержания, так сказать, там нет противоречий даже и сейчас в примерных программах. Вы можете, исходя из количества часов, свою рабочую программу составлять как раз так, как есть. То есть ничего тут нового, вот концепция эта не дала. Так. Так, об обязательном ЕГЭ по истории, когда планируется. Вопрос этот обсуждался, и, насколько я знаю, есть точка зрения, связанная с тем, что обязательным ЕГЭ по истории будет только для тех, кто изучает на углубленном уровне. Для всех остальных это будет некий квалификационный такой экзамен по окончании изучения курса истории. Но решения эти будет принимать министерство, поэтому какое оно решение примет, мы узнаем с вами. Так, можно ли в 11 классе учиться по учебному пособию, а не по учебнику? Ну, если речь идет вот о том, что я сказал по пособию под редакцией Таркунова, то статус учебника, скорее всего, оно в декабре получит по обновлению ФПУ. Поэтому, а по пособию тоже учатся, конечно, это же выбор, согласно закону об образовании, дает, школа сама выбирает, по каким пособиям учиться. Так, значит, повторяются просто некоторые вопросы, я их пропускаю. Значит, нужно увеличить часы на изучение отечественной истории, на всеобщую сократить. Опять-таки, это то, что зависит от вас, как вы сами посмотрите. Но обычно две трети учебного времени – это отечественная история, одна треть – это история России. В каких-то случаях три четверти дается на отечественную историю, одна – на всеобщую. Но это все как раз определяется вашими рабочими программами. Нигде никак не закреплено это положение. Так, на какой адрес можно написать письмо? Так, 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 я, к сожалению, вам сейчас здесь не могу показать, а хотя я написать могу. Сейчас я вам напишу свой адрес. Вот такой вот адрес. Так, слишком усложненная ВПР. Согласен с вами. Пишите конкретные пожелания. Вы просто имейте в виду, что вас всегда слышат, уважаемые коллеги. Поэтому пишите все то, что конкретно вас волнует. И будет конкретный ответ на конкретный вопрос. И у нас, и в ФИПИ, и везде на свете. Поверьте мне, с каждым письмом разбираются на самом-самом, что ни на есть, вверху. Они никогда не проходят бесследно. И ответ всегда должны получить. Так. Предмет называется «История России. Всеобщая история». Даже это смущает, если решать, с чего начать. Если логично, всеобщая история. Но я не очень понял вопрос. Я не очень понял вопрос. Так. Большая просьба. Поясните еще раз. История России по линии Таркунова ведется. 10-11 класс только по учебнику. История России 10 класс в трех частях. Или будет что-то еще. Объясняю, что вот та история России в трех частях, о которой вы говорите, она и была, и остается учебником. По 10-11 классу, в связи с пожеланиями Омской области, города Санкт-Петербурга, еще ряда регионов страны, мы запустили в прошлом году учебное пособие, которое в двух частях для 10 класса и в двух частях для 11 класса. Дает вот в соответствии с новой фактически концепцией содержание этого курса. Поэтому вы просто обратите на него внимание. Сейчас в декабре, когда пройдет уже изменение в ФПУ, оно будет иметь статус учебника. Поэтому им вы можете пользоваться официально, как учебником, который используется в школе, уже в соответствии с новой концепцией. Уважаемые коллеги, вопросы завершились, как я понял. Значит, я хотел бы вас от всей души поблагодарить за ваше внимание к этой теме. Тема и сам разговор, так сказать, только-только буквально начинается. Поэтому любые вопросы, которые вы сочтете необходимым, задавайте, пожалуйста. Вот в том числе и по тому адресу, который я указал. Я надеюсь, видели его, так сказать, в чате я написал, как обратиться. Если нет, посмотрите, пожалуйста, на сайте издательства. И там адреса все у нас указаны, куда можно отправить. И ждем вашей реакции на все это, в том числе все, что вас смущает. И по учебникам, и по каким-то неточностям, по ошибкам, которые где-то могут быть, безусловно, как и в любом материале. Пожалуйста, пишите, мы всегда вам ответим, мы всегда отреагируем на ваши пожелания. Я хочу пожелать вам успешного нового начавшегося года, хотя уж прошла целая четверть. Пожелать вам удачи во всех ваших делах. И с учетом сегодняшней тяжелой эпидемиологической ситуации, здоровья вам и вашим близким. И всего самого доброго. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!